Рукоположение и третий срок В конце декабря 1964 года Виктор вышел на свободу. Друзья встречали его торжественно. Василий Беличенко, поэт из Харьковской общины, написал к его возвращению. Ты с нами снова, друг и брат, после тяжелых лет, после тюрьмы, после оград, где близким входа нет. Ты не был вор или злодей, когда попал туда. Ты участь разделил людей, отверженных всегда. Страдая, как христианин, ты кротко крест свой нес. И знаем, не был ты один. С тобою был Христос. Нет, не ушел твой пыл, любовь, молчание, страну. И Бог настраивает вновь души твоей струну. В мажоре, братьев и сестер, хвалит Творца спеши. Мы рады, брат, что мир не стер скрижаль твоей души. Ты все исследуй и проверь, людей к Христу зови. И место должное теперь среди друзей займи. За три года в церкви произошло немало событий. Братья и сестры, изгнанные из зарегистрированной общины, стали собираться на богослужения по домам. Но их часто разгоняли, и они вынуждены были искать подходящие места на лоне природы. В основном в лесопосадках за городом. Вычеркнутые из церковных списков не были отлучены от Божьей любви. Они регулярно собирались на богослужения, помня обетование Господа, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Они ревностно исследовали священное писание, посещали друзей в соседних городах, ездили по селам с благовестием. Неволя не погасила христианской любви и верности в сердце Виктора, и он по-прежнему желал бескомпромиссно служить Богу. Он присоединился к Дергачевской церкви, которая состояла из христиан, вышедших из зарегистрированной общины. Горя любовью к Богу и его народу, он чутко замечал переживания ближних и всегда искал возможности помочь, облегчить трудность, принять участие в скорби. Его проповеди всегда касались сердец слушателей и направляли их мысли к небесному. Летом 1965 года Дергачевцы, проникнутые любовью к заботливому проповеднику, выдвинули его кандидатам в пресвитеры. Иван Яковлевич Антонов, будучи ответственным за Харьковское объединение церквей, охотно поддержал желание местной церкви и вскоре рукоположил Виктора Кузьмича на пресвитерское служение. Блаженный миг, ощущая прикосновение рук старшего служителя, Виктор Кузьмич распахнул свое сердце для Божьего благословения. «Дорогой Господь, – молился он, – ты ради моего спасения не пощадил своей жизни. Ты был презрен, ты был презрен и умолен перед людьми. Ты претерпел позорную смерть, чтобы исполнить волю Небесного Отца. И я хочу служить только Тебе, творить Твою волю и не уклоняться от Твоих путей. Только с Твоей помощью, Господь, с Твоим благословением». Как хотелось ему раствориться в Божьей благодати, в самом Иисусе Христе и жить только для Него. Эта молитва была услышана на высоте. Господь многое доверял своему покорному слуге. Действительно, невидные, незнатные служители всемогущего Бога занимались весьма великим делом, домостроительством Церкви Божьей и имели успех, потому что сила Божья способна проявляться в немощи. В Дергачевской общине братьев было немного, молодежи тоже. И Виктор Кузьмич, стараясь привлечь к служению каждого, сам участвовал во всех мероприятиях. Он всегда был в гуще событий. Например, в период копки огородов его можно было увидеть с группой подростков на участке у пожилых или многодетных христиан. Если кто-то из членов Церкви строил дом, Виктор Кузьмич обязательно принимал участие. Месить глину и мазать ею стены всегда было дело молодежи. Во время работы труженики много пели, повторяли выученные наизусть тексты священного писания. Во всем этом Виктор Кузьмич был и инициатором, и участником. А когда готовились к какому-либо празднику, пресвитер всегда приходил на репетиции и учил молодых христиан декламировать с душой, вдумываясь в слова. «Я очень рад, что Господь помог мне в юности поверить в Него, принять Его в сердце, полюбить живого Христа, живого Бога», – вдохновенно говорил он молодежи. «Это великое счастье – познать Бога в юности. Молодость и юность – это прекрасный цветок, который весьма желательно, жизненно необходимо отдать Господу. Он достоин того». В соседней общине в Харькове еще не было служителя, и Виктору Кузьмичу поручили и там совершать пресвитерское служение. Больше года он, каждый день работая на производстве, разрывался между Дергачами и Харьковом. Он любил церковь, и служить Божьему народу для него было не тягостно, хотя за это его в любой момент могли спрятать за решетку. Но дважды судимый за веру не боялся тюрьмы. Самое страшное для него было – изменить Господу и нарушить Божьи заповеди. Это было время жестоких гонений на христиан. Притесняли не только взрослых, но и школьников. У некоторых родителей отобрали детей и определили в интернаты для перевоспитания. В связи с этим в течение 1964 года Лидия Говорун из Смоленска, Нина Ястребова из Дергачей и Михаил Пшеницын из Москвы периодически посещали Комитет защиты мира и хлопотали о прекращении репрессий. Они неоднократно подавали заявление председателю Совета по делам религиозных культов Пузину, ходатайствуя об освобождении узников и возвращении родителям отобранных детей. В конце 1964-го, в начале 1965 года, некоторых братьев освободили, но многие еще оставались в заключении. По этой причине в августе 1965 года делегация 105 человек, 50 из них освободившиеся узники и их родственники, собралась в Москве для встречи с председателем Президиума Верховного Совета СССР Микояном. Целую неделю, с понедельника до субботы, братья и сестры с утра приходили в приемную и подавали заявление навстречу. Ответы ждали до вечера. Каждый день постились, молились там же, вставали на колени прямо в приемной. Когда в помещение заходили посторонние люди и видели молящихся, некоторые тоже начинали молиться, кто крестился, а кто и колени преклонял. В конце дня братья покупали колбасу и хлеб, сестры делали бутерброды и прямо в приемной все вместе принимали пищу. Никто не знал, что с ними будет в этот вечер. Когда приемная закрывалась, христиане ехали на ночлег в молитвенный дом в Подольске. Организаторы делегации ночевали в Москве в доме родителей Павла Афанасьевича и Акименко. Проходили дни, а заявление верующих оставалось без ответа. Делегацию неофициально отправляли к уполномоченному Совету по делам религиозных культов. Угрожали неприятностями за неподчинение. В четверг, ближе к вечеру, приемную закрыли, и к верующим вышел наряд милиции, человек 30 в основном офицеры. Они стали жестоко избивать братьев и сестер. Били безжалостно, как хотели и куда хотели. Требовали уезжать по домам, угрожали арестом. Невзирая на угрозы, братья и сестры пришли в приемную и в пятницу. Просили встречи с Микояном. В тот день решили не уходить, пока ходатайство не будет удовлетворено. Часов в 11 утра появился усиленный наряд милиции, и в приемную вошел генеральный прокурор Руденко. Он сказал, что некомпетентен решать вопросы данной делегации, и посоветовал обратиться к уполномоченному Совету по делам религиозных культов. А в субботу в приемную вышел референт Микояна и объявил, что правительство приняло решение встретиться с пятью представителями делегации через месяц, 22 сентября. На этом все разъехались по домам. Через месяц встреча с Микояном действительно состоялась. Он принял Батурина, Якименко, Козлова, Бондаренко и Говорун. Они представили документы и фотографии, свидетельствующие о разрушении молитвенных домов, а также списке узников-христиан. Микоян пообещал заняться этим вопросом. Однако через месяц его сняли, или же он вышел на пенсию. И все осталось без изменений. Виктор Кузьмич возвращался тогда из Москвы предельно уставший. Неделя поста давала о себе знать, но дух его пламенел любовью к Богу. С аэровокзала вместе со служителем Измерев и Кривко Виктор Кузьмич отправился на общение детских работников. С целью конспирации оно проходило с 12 часов ночи до 5 утра. На этом общении присутствовал Иван Яковлевич Антонов. Казалось, Виктор Кузьмич гораздо больше других служителей понимал важность работы с детьми. Он был буквально поглощен мыслями о том, как передать детям евангельскую весть. Как привить им любовь к Священному Писанию. Как сохранить этих ягнят, чтобы они не стали добычей врага душ человеческих. Забота о духовном состоянии детских работников, руководство, которыми было поручено Виктору Кузьмичу, побуждало его искать материалы для публикации, молиться о каждом труженике, продумывать планы проведения семинаров. Организация этих семинаров была уголовно наказуема. Однако слушать людей больше, чем Бога, Виктор Кузьмич считал преступлением. Он был готов платить любую цену, лишь бы Божье дело процветало. В церквах не умолкали детские голоса, а родители и друзья, занимающиеся с детьми, все более укоренялись Божьей любви и утверждались в вере. Детские работники нуждались в духовной литературе, пособиях для занятий с детьми. Под руководством Виктора Кузьмича были обработаны и отпечатаны на гектографе такие брошюры и книги, как «Воспитание молодых побегов», «Правила пересаживания живых мыслей», «Обучение к служению». Для детей тоже издавалось немало книг. Вышла серия рассказов «Детский друг», «Нотный сборник из уст младенцев». Желающие трудиться были всегда. Многие братья и даже сестры, несмотря на угрозу ареста, живо участвовали в Божьем деле. Издавая книги для детей, труженики хотели сделать хотя бы одну с цветными картинками. И у них получилось. Хотя и в небольшом количестве. Труд был весьма кропотливый. Цветные книги порадовали детей. Не раз и не два Виктор Кузьмич посылал сестер к друзьям на Кавказ учиться печатать на гектографе. А опытных сотрудников отправлял в другие регионы, чтобы они и там научили желающих размножать необходимый материал. Переплетали книги своими силами. Виктор Кузьмич неустанно искал и находил и тружеников, и помещения для работы, и тех, кто поставлял все нужное для труда. Он заботился о духовном росте детских работников и приглашал на семинары талантливых проповедников. Старался разнообразить преподавание материала. Работник Божьей Нивы должен много молиться, учил он. И его негромкий голос обычно проникал глубоко в сердце. Мы обязаны молиться и за детей, причем за каждого в отдельности, и за их родителей. Виктор Кузьмич советовал сотрудникам выделять один день в неделю для особого общения с Богом. Ничего не делать, а только молиться, петь и читать Библию. На семинарах он нередко предлагал петь на коленях. Это особое преклонение Богу вызывало трепетное желание всецелого посвящения Господу. «Ближе Господь к тебе, услышь мольбу и вздох, о наш Отец на небесах». И многие другие молитвенные гимны наполняли души братьев и сестер особым благоговением. И каждый мог очами веры увидеть своего Господа как Отца и милосердного Бога. С детьми в те годы занимались в основном сестры. И Виктор Кузьмич, зная, что это немощные сосуды в Доме Божьем, прилагал много усилий для того, чтобы поддерживать их. Эта забота хорошо чувствовалась. Узнав, что на одну из сестер, приехавших на семинар, недавно напал хулиган, когда она поздним вечером возвращалась домой со второй смены, Виктор Кузьмич не применил подойти к ней. «Как ты пережила это происшествие?» – поинтересовался он. «Сильно испугалась. Мне до сих пор страшно ходить вечерами». «Да, страх обычно лишает покоя», – подтвердил Виктор Кузьмич. «Надо от него освободиться». «Как?» «С помощью Господа», – сказал он, глядя ей прямо в глаза. «Постарайся вспомнить все, что могло огорчить Бога в твоей жизни. Скажи об этом, и мы помолимся». Это на самом деле была молитва веры. Доверие сестры вознаградилось. Господь ответил на ее просьбу и избавил от страха, наполнил сердце миром и большой радостью. Не один десяток лет прошел с тех пор, а сестра не перестает благодарить Бога за ответ на молитву и за удивительного служителя, который проявлял так много внимания к ближним. На семинарах Виктор Кузьмич давал сестрам задание – учить наизусть тексты Священного Писания. Он побуждал молиться, причем не только на семинарах. Он убедительно говорил о том, что каждому труженику необходимо не менее трех раз в день склонять колени перед Богом и искать с Ним общение. Поститься тоже очень важно. Пост укрепляет нашего внутреннего человека и обладает большой силой в духовной борьбе. 1966 год ознаменовался новой волной арестов. На апрельском совещании в Киеве служители Совета Церквей предложили организовать в мае вторую делегацию. В назначенный день в 9 часов утра верующие небольшими группами одновременно направились к зданию ЦК КПСС на Новой площади в Москве. Образовалась группа около 500 человек. Крестьяне хотели добиться встречи с генеральным секретарем ЦК КПСС Брежневым или же с членами Политбюро Косыгиным и Подгорным. Во встрече с Брежневым было отказано. Участники делегации ночевали на улице. На второй день в обеденное время к верующим на площади вышли председатель КГБ Семичастный и министр внутренних дел Тикунов. Они властно приказали разойтись в течение пяти минут, в противном случае угрожали разогнать силой. Столь жесткое отношение высокопоставленных чиновников не произвело ожидаемого действия. Кто-то из братьев спросил, «Ну что, друзья, будем умирать поодиночке на местах или все вместе здесь?» «Здесь мы готовы!» – кором ответили братья и сестры и дружно запели. «За евангельскую веру, за Христа мы постоим. Следуя его примеру, все вперед, вперед за ним!» Буквально через несколько минут на площадь въехали автобусы. Рьяные работники милиции, избивая беззащитных христиан, стали в полном смысле слова забрасывать их в автобусы. Какой-то здоровяк швырнул Виктора Кузьмича с такой силой, что он на лету столкнулся с милиционером, у которого при этом слетела фуражка с головы. Едва Виктор Кузьмич приземлился, как другой блюститель порядка закинул его в автобус. Битком набитые автомобили отправили в начале на ипподром, а оттуда в Лефортовскую тюрьму. Более чем на 100 человек завели уголовное дело. Обвиняли христиан в том, что они у здания ЦК проводили богослужения и пели. Виктор Кузьмич находился в Лефортово два месяца. Лефортово – необычная тюрьма. В камерах тишина. Радио там нет, как в других тюрьмах, где его в 6 утра включают и в 10 вечера выключают. В Лефортово полнейшая изоляция от внешнего мира. В коридорах лежат ковровые дорожки. Надзиратель подходит к глазку, чтобы заглянуть в камеру совершенно бесшумно. Двери в камеру открываются очень тихо. В Лефортово заключенных не стригут наголо. Бреют раз в неделю. Дают книги для чтения. Виктор Кузьмич выучил там несколько стихотворений, которые пришлись ему по душе. Одно из них – луна. Тебя ли вижу из окна моей безрадостной темницы золотая, ясная луна создания Божьей десницы? Так. Может быть, не только я, страдалец, узник в мраке ночи, «Быть может, и мои друзья к тебе теперь подъемлют очи». Следователи в Лефортово понимали, что имеют дело с честными людьми и особых допросов не чинили. Трудности и переживания к Виктору Кузьмичу пришли с другой стороны. Не надо было ехать в Москву в этот раз, стал он горевать. Остался бы дома и сбежал тюрьмы. Отец совсем беспомощный. Кто теперь поможет ему? Дважды в месяц Виктор Кузьмич исправно ездил к отцу в деревню. Возил ему продукты, помогал по хозяйству. После смерти матери тот жил один и, конечно же, нуждался в помощи. Виктор Кузьмич затасковал. Да так сильно, что лишился самого дорогого общения с Господом. Молитвы его стали сухими, однообразными, песни тоскливыми, будто и не за что благодарить, будто нечему радоваться. «Что со мной происходит?» встрепенулся он однажды. «Где я споткнулся? Где потерял общение с моим дорогим Господом? В чем причина моего уныния?» Внешне все выглядело неплохо. На допросы его вызывали редко, в камере он был один. Можно было бы наслаждаться размышлениями о Господе, вспоминать тексты Писания, петь. Но куда делись духовные силы? «Боже, открой, почему мне так тяжело? Что я делаю не так? Направь меня на верный путь!» Искренне просил он Небесного Отца. И Господь открыл ему, что причина уныния кроется во внутреннем протесте, в нежелании идти путем страданий. Виктор Кузьмич ясно понял, что Богу угодно, чтобы его раб пошел в тюрьму еще раз и дополнил меру мучения Церкви Христовой. Поняв это, он искренне оплакал свой грех, попросил прощения и сказал, «Боже, живой и праведный, веди меня тернистым путем, если на то твоя святая воля. Дай сил мне все перенести твердо и мужественно. А заботу об Отце доверяю тебе, всемогущему». И узник воспрянул духом. Господь вновь наполнил его покоем, благодатью и утешением. От всей души он стал воспевать своего Господа и Спасителя, укрепляясь в вере и надежде. Судить участников делегации оказалось не за что, и многих братьев и сестер отпустили домой. А Виктора Кузьмича этапировали в Харьков. Там нашли, за что можно осудить. Шесть месяцев длилось следствие. Виктор Кузьмич шел своим путем безропотно. Черпая силу в вечном источнике, он каждое утро пел около десяти гимнов и часто молился, преклоняя колени в дальнем углу камеры. Тройники хороши тем, что в них мало людей. Кто-то не выдерживал таких условий, а Виктор Кузьмич находил в них радость. В тишине он много размышлял о Слове Божьем, о Церкви, много молился. Однажды в камеру завели преподавателя марксиско-ленинской теории. Это был не просто образованный человек, а изнеженный, единственный сын богатых родителей. Его отец работал директором треста столовых и сыну, как говорится, только птичьего молока не доставало. Не один год он учил студентов, что коммунизм – это рай. А когда его отправили в тюрьму, он понял, что попал в ад. Три месяца два идеолога находились вместе. Марксист не пытался переубеждать Виктора Кузьмича. Напротив, он с интересом прислушивался к пению, вникал в слова, а через время признался. Я очень доволен, что попал с вами в одну камеру. Когда меня посадили, я думал, что сойду с ума. Ко мне подсылали на седок, но я их всех быстро разоблачал. Не зря ведь учился на юриста. А с вами мне было хорошо. Никогда не думал, что в тюрьме люди могут петь. Ваше пение возвратило меня к жизни. Спасибо вам. Виктор Кузьмич не всегда пел охотно. Случались дни, когда ему совсем ничего не хотелось. Душа была близка к унынию, тоскуя по свободе и общению с друзьями. Однако узник знал, что все недомогания надо преодолевать. Он вставал на колени, просил у Бога благословения и начинал петь. Одну песню, вторую, третью. А песня, словно лекарство, под действием Святого Духа, может исцелять и оживлять душу. Надо только осмысленно петь. Бывало, и молиться не хотелось, не знал, что сказать Богу. Но он все равно преклонял колени и становился свидетелем чуда. Его душа обретала силу. Господь ведь сам сказал, открой уста твои, и я наполню их. К этому слову Виктор Кузьмич искренне верил. И Божье обещание неизменно исполнялось в его жизни. В январе 1967 года состоялся суд. Виктора Кузьмича приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима. Через три месяца его отправили в Черкасскую область в каменный карьер на добычу мрамора. Среди прочих трудностей Виктора Кузьмича сопровождало одиночество. На свидание к нему лишь изредка приезжала сестра. Не потому, что друзья не хотели, нет. Многие желали посетить узника, но свидание разрешалось только с родственниками. А у него все они были неверующие. И брат, и сестра, и больной престарелый отец. Ездить на свидание им было и некогда, и стыдно. Ближайшие родственники Виктора, хотя и неверующие, тоже подверглись гонениям со стороны властей. В Ганновку, где проживала старшая сестра, приехали однажды представители власти из города. Они вызвали Нину на беседу и авторитетно утверждали, что Виктор Кузьмич не признает коммунизм, выступает против государственного строя, и будет хорошо, если родные откажутся от него, как от брата. За это обещали всякие поощрения на работе. Бесчестное и жестокое требование старались сгладить объяснением, что Виктору Кузьмичу, возможно, это пойдет на пользу, и он оставит свое сумасбродство. Бумага об отказе была уже готова, ее надо было только подписать. Нина не стала этого делать. Голод унес из жизни мою сестренку. Война забрала двух братьев, и вы теперь предлагаете мне так несправедливо поступить с родным человеком? Нет, Витя, мой лучший брат, я не верю, что он может выступать против советской власти. Нет и нет. Он очень добрый, законопослушный человек. Да, он верит в Бога, но вера ведь не запрещена в нашей стране. Зря вы так защищаете своего братца, зря. С расстановкой проговорил и лысеющий чекист и угрожающе добавил, вам это может дорого обойтись. Подумайте о своих детях, об их будущем. Нина задохнулась от негодования. Она готова была выплеснуть свой гнев, но благоразумие взяло верх. Тяжело вздохнув, женщина промолчала. Угроза должностного лица оказалась не пустой. Нина никогда не получала на работе ни премии, ни поошрений, несмотря на то, что у нее было трое детей. Когда она, например, просила в колхозе машину, чтобы перевезти урожай с поля или же хотела выписать стройматериал, как это делали односельчане, ей всегда отказывали. И только Виктор Кузьмич никогда не забывал сестру и любимых племянников. Находясь на свободе, он часто ездил к отцу и всегда был желанным в семье Нины. Из Харькова он непременно вез мальчикам и одежду, и обувь, и разные гостинцы. Нашли чекисты и Володю Мошу, проживающего в Мариуполе. Ему также предложили отказаться от брата Баптиста. Надеясь на повышение в должности и возможность лучше устроиться, Володя подписал предложенный ему документ. В карьере Виктор Кузьмич работал каменотесом. Зимой было трудно, целый день на холоде, а летом – хорошо. В карьер заезжали машины за камнем и через водителей друзья нередко передавали дорогому брату продукты. Это было ярким свидетельством христианской любви. Не обходилось, правда, и без казусов. Однажды Виктору Кузьмичу сообщили, что он должен забрать передачу в условленном месте. Он пошел за ней вместе с заключенным, который сильно навязывался ему в товарищи. В прошлом этот человек занимался колдовством, но хотел избавиться от этого тяжкого порока. Виктор Кузьмич заучивал с ним стихи из Библии, желая помочь освободиться от дьявольской зависимости. Этот человек иногда рассказывал, как бесы заставляют его делать зло. После таких признаний дьявол сильно мучил несчастного, и он шел за помощью к Виктору Кузьмичу. Три раза он каялся в своих преступлениях, но порвать с прошлым было нелегко. Каким-то образом оперативные работники узнали, чтобы аптесту что-то передали и следили за ним. Он, естественно, не знал об этом. Отдав часть передачи товарищу, он остальное понес сам. Письмо, деньги, колбасу и сало. Когда Виктор Кузьмич подошел к своей бригаде, надзиратель уже ждал его. «Что прячешь?» – спросил он хитро и сразу же стал обыскивать узника. Найденную колбасу и сало он отдал заключенным, а письмо и деньги положил себе в карман. Виктора Кузьмича срочным порядком отправили в штрафной изолятор. «Гражданин начальник, пожалуйста, отдайте мне мое письмо», – стал он упрашивать надзирателя. «Нет!» – чуть ли не потирая руки от удовольствия, ответил тот. «Это же криминал! Жди неприятностей!» Он передал письмо дежурному по лагерю, который замещал в то время начальника. В тот раз Бог сделал чудо. Начальник прочитал письмо и равнодушно сказал, «Тут ничего особенного нету, все только религиозное». Дело было осенью, в конторе горела печка, и он бросил в нее письмо. Так оно не попало в руки КГБ. Деньги передали начальнику отряда. Тот был расположен к Виктору Кузьмичу, потому что заключенный, имея красивый почерк, часто помогал ему писать разные документы. «Ну что, я должен тебя наказать», – задумчиво сказал начальник отряда. «Не положено получать таким образом деньги и передачи». «Ладно, ограничимся личным выговором. В следующий раз будь осторожнее». Работать в каменном карьере было нелегко, но Бог не оставлял Виктора Кузьмича без помощи. Передачи от друзей поддерживали его физические силы, и с Божьим благословением он дождался освобождения. Субтитры создавал DimaTorzok